Детское радио представляет Сказки народов мира Истории древней оливы Итальянские сказки На обочине большой дороги, что идет вдоль берега реки Тибр, растет старое оливковое дерево. Никто уже и не помнит, когда оно тут появилось. Птицы лакомятся его спелыми плодами, ветер играет листвой, путники, что идут по пыльной дороге, останавливаются передохнуть в его тени. И, наслаждаясь прохладой, рассказывают свои истории. А старая олива слушает и запоминает. Одну из этих историй о Томазо и хитрой ведьме я вам сейчас и поведаю. На жарком итальянском юге среди многочисленных виноградников спряталась одна маленькая деревушка. Много лет местные жители не знали горя. Но вот однажды кто-то в деревне повадился воровать коров и овец. Проснулся утром кузнец. Глядь, а нет коровы. А в коровнике видны чьи-то огромные следы. «На помощь! На помощь!» – закричал он. Да только поздно было. Чтобы позвать на помощь по-итальянски, смело кричите «Аюто!». Если ничего плохого не случилось и вы просто хотите спросить дорогу, можете обратиться к прохожему. «Ми по аютаре, перфаворе!» Вы не могли бы мне помочь, пожалуйста? На следующее утро корова пропала у пекаря. А в коровнике он обнаружил длинные черные волосы. Весь день бедный пекарь проплакал. Ведь без молока не приготовить булочки с корицей, которые так любят жители деревни. Когда домашний скот пропал у половины деревни, решили люди просить помощи у графа, что жил в отдаленном замке на утесе. Говорили тех, кто ему не по нраву, граф сбрасывает с утеса прямо в море. Только как дошло до дела, жители испугались идти к графу. Все, кроме молодого Томаза. Взял Томаза с собой пекаря и кузнеца, да и отправился к графу. «Добрый вечер, дорогой граф!» Сказал Томаза, когда они, наконец, добрались. «Добрый вечер» по-итальянски. «Буана сера». «Сера», то есть вечер, у итальянцев начинается после пяти часов дня. В итальянском языке нет выражения «доброе утро». С самого раннего утра и до пяти часов дня люди обращаются друг к другу. «Буонджорно», «добрый день». «Добрый вечер. Что тебе нужно, Томаза?» «Зачем ты явился?» — спросил граф. «Кто-то крадет наших домашних животных», — сказал Томаза. «Не могли бы вы послать солдат нам на помощь?» «Ха! Еще чего!» — рассердился граф, стукнув тяжелым сапогом о пол. «С тем, кто крадет у вас коров, все ясно. Это ведьма, и победить ее никак нельзя!» И граф захохотал. «Да так, что борода его, черная и длинная, что волочилась по земле, затряслась от смеха!» «А теперь убирайтесь отсюда!» «До свидания!» «До свидания по-итальянски!» «Реведерчи!» С друзьями можно здороваться и прощаться словом «чао». Это и привет, и пока! Если вы собираетесь вскоре увидеться вновь, скажите в конце встречи. «Адопу!» «До скорого!» «Так я и знал, что эта ведьма», — вздохнул пекарь, когда они шли обратно. Я нашел ее длинные черные волосы в коровнике. «А я следы от ее сапожищ!» — сказал кузнец. «Погодите-ка!» — задумался Томазо. «А когда вы последний раз ходили к цирюльнику?» «Так на прошлой неделе всей деревней!» — удивленно ответил кузнец. «Так и есть!» — подтвердил пекарь. «Вот что мы сделаем!» — сказал Томазо. «Разожгите ночью костер на главной площади, затаитесь и ждите». «Так жители деревни и поступили. Час ждут — ничего. Два часа ждут — тишина. И вдруг на третий час глядь! А перед ними Томазо тащит за бороду самого графа и прямо к костру. «Вот она, ваша ведьма!» — Томазо помахал кулаком. «Вы к цирюльнику ходили, а граф бороду уже лет десять не стриг. И разве ведьма оставила бы следы от сапог в коровнике? Она бы на метле улетела!» «Не убивай меня, Томазо!» — расплакался граф. «Я проиграл в карты! Хотел продать коров и отдать долг!» Пожалел Томазо графа. Продал граф свой замок на утесе, отдал долг, вернул жителям деревни коров да овец и стал жить в деревне, как простой сельский житель. Повторяем, запоминаем. Сегодня мы узнали, как сказать по-итальянски «добрый вечер», «буона сера». С друзьями можно поздороваться и попрощаться одним словом «чао». А уж если что-то случилось, то кричите смело «аюто» — на помощь. А сейчас пришло время попрощаться. А допу! До скорого!